Дорогие друзья, в нашей недельной главе мы встречаемся с замечательным мистическим явлением и боролся Яков с ангелом. Борьба с ангелом человека это вообще такой необычный сюжет, который впервые появляется в Торе. Давайте про ангелов, потому что многие не понимают, многие считают, я например встречался с очень образованными людьми, которые считают, что воскрешение из мертвых или реинкарнация, это где-то в индуизме или еще где-то. Надо чуть-чуть учиться. Давайте попремся на кого? Начнем с того, что наши мудрецы сказали, что нет ни одной травинки внизу, у которой нет ангела наверху, который ударяет по ней и говорит расти. О чем речь? Речь идет о том, что без ангела, без духовной подпитки ничего в мире не существует. Давайте говорить Луцата, например, один из выдающихся еврейских мудрецов. Что он сказал? Все творения делятся на две части, материальную и духовную. Материальное это то, что ощутимо, а остальное другое. Все духовные объекты разделяются на три вида. Это трансцендентные силы, ангелы и души. Три вида. Умное слово трансцендентное, это как бы превосходящее, выходящее за пределы нашего разумения. Это потустороннее, короче, то, что находится по ту сторону человеческого понимания. Что говорится? Что через них, они это высшие, самые чистые, возвышенные духовные сущности, ближе всего к Богу. У них есть такие там имена, колеса трона, афоним и так далее. Это очень высокие сущности. Дальше ангелы. Ангелы являются духовными сущностями, выполняющими функции посланца Всевышнего. То есть все пожелания Творца, ну совсем упрощенно, можно сказать, что это, так сказать, материализованная такая, не материализованная, а духотворенная энергия, которая конкретно там, например, к этому дереву, к этому человеку и так далее. У каждого ангела есть определенная миссия. Ангелы бывают разных уровней, написал Луцата, соответствующими законами, свойствами и так далее. Души, души, это такой вид сущности, которые должны войти в тело человека при рождении. Души имеют свои законы, могут находиться в разном состоянии, вне тела, в теле, и все тела, еще и после вхождения в тело, третьи, так сказать. Все ангелы служат Богу и выполняют только Его волю. Все доброе и злое в мире идет через них. Ангелы могут принадлежать к одной из двух групп, написано, добра или зла. Ангелы добра выполняют, ну то, что называется, доброе, ангелы зла, ангелы разрушения или вредителями, называется, мазикин. Написано, чтобы совсем не усложнять, там еще намного сложнее, но есть промежуточный вид созданий, который перенимает часть чуть-чуть материальности, часть духовности. Такие названия, такие создания обычно называются в иудаизме, это шейдим, демоны. А они не духовные, не материальные. Среди них тоже есть разные уровни, свойства, там есть разные объекты. Это очень длинно. Согласно инструкциям Всевышнего, все эти ангелы оказывают влияние на мир. Вот такая вот история. А человек, человек своими деяниями всегда привлекает к себе посланцев другого мира, добрых или злых. Сообразно чему написано, сообразно пути, которые он избирает. Например, Адам привлек к себе посланца нечистоты, пишет книга Зар, которая сквернила и его, и все человечество. Человек должен знать, что есть разные меры, и учитывать это. Есть дела, которые совершаются при жизни человека, и есть дела, которые продолжают существовать, и после того, как человека уже нет на земле. Поэтому Писание, например, говорит нам об этих деяниях, как каждое утро мы говорим, повяжи их как знак на руку твою, это то, что человек делает при жизни. О том, что останется после смерти, говорится, и будут они знаками над глазами твоими. Обратите внимание, что великий царь Давид, чувствуя приближение смерти, дает своему сыну благословение, которое может служить указанием для любого человека. Что он сказал в первую очередь, знающий и понимающий все царь Давид? Он говорит, крепись, будь мужем, береги завет Господа, ходи его путями, соблюдай уставы его и заповеди, и постановления его. То есть царь Давид видел, что самое главное вообще в деятельности человека, это приближаться к Богу, что-то хотя бы пытаться понять там. Нам не все понятно, да? Но в книге ЗААР написано, например, что праведники продолжают действовать в наше время и после смерти, причем даже в большей степени, чем при жизни. Поскольку пребывают в более возвышенном духовном состоянии, свободны от физических ограничений. Поэтому многие ездят на могилы праведников. Теперь нам стало понятно, в мире все сложнее, чем кажется, и справедливее. Надо верить и учиться, что мы с вами в общем-то и делаем. Брахава от слыха. Продолжение следует...